Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Майкл Мелехов и небольшая презентация. Я нахожусь сейчас в обычной домашней обстановке, за пределами центра Сент-Гейтс, которым я руковожу. Ну и в связи с тем, что поступают некоторые вопросы, мне хотелось бы поделиться то, чем я занимаюсь ну, аутсайд или за пределами центра Сент-Гейтс, которым я руковожу. Ну, начнем, так сказать, издалека. Дело в том, что я имею достаточно большой опыт путешествий и пытаюсь найти как и любой человек свое предназначение. Мне повезло, поскольку я достаточно много лет прожил в бывшем Советском Союзе, потому что прямо вот на границе развала Советского Союза я уехал, и в Соединенных Штатах я проживаю уже 25 лет. Но в промежутках я езжу еще и на Восток, где пытаюсь научиться чему-то тому, что называют восточной, скажем, философией, восточной психологией. Ну, дело в том, что две половинки, западный, скажем, подход и восточный подход, они, как мы понимаем, коренным образом отличаются друг от друга. И половина, скажем, отрицает одну, вторую половину, вторая половина отрицает первую, и постоянно происходит разногласие. Могу провести аналогию, что когда-то так сказать, наука и религия, они шли вместе, рука об руку. Сегодня полностью разделились, наука отрицает религию, религия отрицает науку, причем, скажем, такие науки, которые всегда были наукой, ну, скажем так, эзотерическое понимание. Это астрология на лженауках. Но сейчас, в последнее время, слава Богу, это все стало восстанавливаться, и теперь люди понимают. Ну, это, так сказать, отличение некоторое. Но вот на Востоке есть такое понимание, подход к нам, к человеку, которое называется по-английски, это body, mind, spirit, по-русски это называется тело, дух, душа, тело, ум, душа, то есть три единства. Дело в том, что, как и в школах, вот в Соединенных Штатах есть четыре, скажем, образовательных уровня, то есть, это младшая школа, это elementary school, это middle school, средняя школа, это high school, это высшая школа, и дальше идет college, ну, дальше еще идет выше этого master degree и самое высшее бизнес образование, поскольку Соединенные Штаты это страна бизнеса, это называется master business administration, MBA. не будем углубляться и идти высшая материя, но мы должны понимать о том, что вот это все тело, в которое мы обличены, его называют иногда костюм скафандра, оно должно, так сказать, соответствовать своему предназначению, и оно должно выполнять свои требования, но, к сожалению, как в любом костюме, как в любом скафандре, мы ограничены какими-то вещами, то есть, если мы не знаем о том, что есть, как говорил классик, другие машины, наш запорожец, вот такая машина, то есть, если мы не знаем о том, что есть какие-то высшие материи, о том, что нас, вот это вот грубое физическое тело, так это называется, окружает тонкие тела, то нам сложно функционировать, мы не все будем, так говорить, знаем. Дальше есть еще, это все относится, кстати, к нашему телу физическому, но ведь есть совсем большие материи, так как, к примеру, есть мастер бизнес администрейшн в бизнесе, верно? И это очень немногим людям в процентном отношении, которые занимаются своим образованием, ну, или дано получить, поскольку стоит очень дорого, или они просто, ну, по разным причинам не хотят это получать. Так вот, я говорю о духовности, то есть, это наше высшее устремление, там нету никаких границ, то есть, предназначение вот того, что находится внутри нашего тела, это называется душа, она, кстати, перерождается в другое тело, кстати, да, вот, то, что называется инкарнацией, или реинкарнацией, сейчас так называют, это, ну, то, что мы будем, скажем, в другую жизнь перейдем, когда эта жизнь в этом костюме закончится, то есть, усе там будем. Так вот, как любое, начинаем с самого, так сказать, простого, да, начинаем с нашего физического тела, мы не будем говорить о высших материях, начинаем с физического тела, то есть, это сосуд, в котором что-то находится, скажем, вода, сосуд должен быть без дырочек, иначе вода будет утекать, то есть, жизнь будет уходить. Что относится к нашему физическому телу, к пониманию того, мы живем в материальном мире, это нормально, это естественно, думать о том, что мы должны быть здоровы, и думать о том, что мы должны, ну, как-то соответствовать этому материальную миру, то есть, зарабатывать деньги, иными словами, поскольку мы все ходим на работу, мы должны как-то жить в этом мире. Раньше было проще, там были пещеры, там, скажем, вот, ну, они, правда, и сейчас есть, но не все туда поедут. Вот, если мы живем в цивилизованном обществе, то есть, в больших городах, то мы должны понятным образом зарабатывать себе на жизнь. Поэтому мы сейчас будем говорить об этом. Это была, так сказать, маленькая предыстория, ну, и поскольку я веду программу с очень, с моей точки зрения, интересными людьми, которые обладают знаниями, которые соответствуют своему предназначению, вот это, что самое интересное. То есть, знаете, есть такая поговорка, кесарево-кесарево-слесарево-слесарево, да, то есть, имеется в виду, что каждому человеку, ну, как бы необходимо было бы знать свое предназначение. Это в идеале. Ну, первое, к сожалению, он не знает его. Второе, даже если он знает об этом, он находит себе excuse, по-английски, или причина, чтобы этого не делать, мотивируя это, ну, своими какими-то причинами. Это не является, это является объяснением, это не является excuse, о том, что я буду делать так, потому что, вот, у меня вот такие обстоятельства. Ну, как известно, изменяя свой внутренний мир, мы изменяем внешний мир, а не наоборот. Ну, как бы нам этого не хотелось сказать по-другому, как бы мы не думали по-другому, ну, это так. Как узнать свое предназначение, это вопрос сложный. Мне, еще раз повторяю, повезло, все-таки на Востоке я об этом узнал, и теперь даже я это преподаю. Хотя, сегодня, ну, вот по нумерологии, скажем, в котором я более-менее там разбираюсь, я могу сказать, что, да, я обладаю качествами обучать, и очень серьезными, но сегодня, я, скажем, немножко в другом статусе нахожусь, другие функции осуществляю, вот, которые я буду осуществлять после того, как этот костюм разрушится, и я перейду в следующую существование. вот, но то, что я наработал в этой жизни и в прошлых, они со мной и есть, со мной остаются. Поэтому, давайте мы перейдем к конкретным вещам, а речь будет идти о том, как зарабатывать себе на жизнь. то есть существует много вариантов, как зарабатывать себе на жизнь. Самый простой вариант это идти копать, пахать, ковать, как я это называю, вот, потому что мы делаем какой-то кусочек своей работы и получаем за это кусочек каких-то денег. По нашему, по нашей, как это было в этом научном коммунизме, по нашему труду нам и платят, перефразирую. Это было очень давно. Но, оказывается, вот, в Соединенных Штатах есть простор для этого. Правда, слава Богу, уже есть и в России, и в Украине, и во многих других бывших республиках. Я знаю, но не всем это доступно, будем так говорить. Почему? Ну, нас научили думать по-другому, к сожалению, для нас. То есть, своего рода, это называется зомбирование. Я предлагаю, поскольку вопросы поступают, не потому, что я там куда-то чего-то, кого-то пытаюсь затянуть. Но, если есть вопрос, должен быть ответ. Поэтому, я сейчас убираю свою физиономию, а переключаюсь на монитор. Давайте мы это сделаем. Так. Значит, что мы здесь видим? поступает вопрос. Я прочитал вчера. То есть, мы видим один из моих нескольких мониторов. Вот здесь находится конкретно, это называется контроль-центр, через которым я открываю свои графики, их анализирую, а вот это называется аккаунт перфороманс, то есть, где посмотреть результат. Ну, вот я вам показываю результат. Я вам показываю результат. Значит, если плохо видно, я могу сказать. Первое 11, то есть, первое ноября по 30 ноября, ну, у нас сегодня только 20 ноября. Вот. И это вот я тут перечислил буквально все. Вот здесь я перечислил буквально все, то, что трейдалось. Вот. Ну, тут все аккаунты, которых есть на других у меня компьютерах и вовсе стоят. Ну, я только вот этот вот, вот этот вот аккаунт, в котором есть. Здесь Forex находится и здесь находятся еще индексы, то есть фьючерсы их называют по-русски. И давайте мы посмотрим, вот я кликнул сейчас Generate, то есть восстановить. И вот мы смотрим, за этот период времени вот такой был процент 63,2 всех трейдов, из них Long Trade, это имеется ввиду на повышение, по-русски сразу буду говорить, а на понижение 60% это было успешных трейдов. То есть 40% было проигранных, а здесь было 68%. И дальше мы идем, вот написано 1 ноября, вот 30 ноября, и дальше мы идем вот сюда. Вот смотрите, это было проиграно, все, здесь распределен Long Short, это было выиграно, итог вот такой. Если плохо видно, то я могу перевести 9880, долларов 92 цента. 9880. Это было за этот месяц только. Значит, 10 тысяч долларов в месяц, правильно? Ну, это результат хороший, будем так говорить, за один месяц, правильно? Так вот, я полагаю так, что если это так, и забудем о том, что я, допустим, этим занимаюсь 20 лет, будем считать, что этому можно научиться, поскольку я это научился. Как я этому научился? Ну, вот, приехав в Соединенные Штаты и начав разбираться и образовываться в разных науках, я пришел к выводу, что здесь еще более, чем где-либо выпускается огромное, об этом я говорил, кстати, в очень многих программах, армия работников, работников, то есть, таких работников, ну, наверное, 97 процентов, то есть, все работают на кого-то, только 3 процента тех, которые дают работу, которых называют работодателей, но это не только в Соединенных Штатах, по всей видимости, везде, но вот так людей обучают, чтобы человек должен пойти и выполнять какую-то, будем говорить, даже если он что-то мыслительное, то на дядю будем так говорить работа, а вот как-то мне, не знаю, почему этого не нравится, то есть, я, мое предназначение, которое я для себя открыл, вот, мне в этом помогли на Востоке, это, ну, так сказать, работать на себя, или, или, если не на себя, то каким-то образом выйти за рамки того, чего нас научили, где-то там родители, школа, институт, улица, и так далее, то есть, я, вместо того, чтобы тратить деньги на это образование, на 5 лет, а что бы, в колледже, кстати, я сам учился, я беру себе один предмет, к примеру, программирование, скажем, ну, для этого мне надо идти в колледж, нет, не надо мне идти в колледж, хотя там есть такие предметы, нет, для этого я могу взять или преподавателя, тютера, ну, когда-то в Союзе было там, репетитора, называлось, могу сейчас на интернете все это найти, вопрос только другой, если все было так просто, так все бы научились, и никто бы там, скажем, все бы зарабатывали, никто бы не проигрывал, мы сейчас говорим о стакт-маркете, бирже, а это очень и очень серьезный бизнес, это очень тяжелый бизнес, против вас сражается, будем говорить, машина, против машины очень сложно сражаться, надо тоже превратиться в машину и так далее, ну, смотрите, как это все происходит, все довольно просто, вот, не буду вдаваться в детали, иначе это будет очень много теории, давайте мы сделаем вот как, вот, смотрите, вот здесь у меня контрольная панель, и здесь у меня находятся те инструменты, которые я трейдую, но вот здесь находится Dow Jones, Dow Jones, индекс Dow Jones, в который входит три стака, 30 крупных компаний, так, 30 крупных компаний, вот эти 30 компаний, ну, к примеру, к примеру, возьмем это обгрызанное яблоко, так, возьмем это обгрызанное яблоко, и сделаем график, новый график построен, давайте мы его сделаем на весь экран, вот, чтобы было понятно, курсор, так, идея вот чем заключается, идея вот чем заключается, давайте мы с вами нарисуем, линию, линию, раз, два, три, три, Давайте мы с вами нарисуем еще одну линию. 4. Так. Условно берем то, что тут находится земля, а здесь находится крыша. Это коробка здания. Здесь нет перегородок, здесь нет сваи стоят, здесь сваи стоят, а здесь плиты перекрытия. Я об этом уже говорил во многих презентациях, кстати, можно найти там более подробно, может быть. Ну, упрощенно. И вот, что происходит. Что происходит. Цена идет сюда. Потом она идет сюда. Потом она идет сюда. К примеру. Потом она идет сюда. вот эта линия, это первый этаж, это второй этаж, это третий этаж, это крыша, а это земля. Вот первый этаж. Что происходит, если мы берем мяч, шар и начинаем кидать в потолок, в эту плиту точнее? Он отскакивает. А если мы будем кидать, 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 вот так, упрямо, упорно, и все вместе, и бить в одну дырку, вот сюда вот, ну, рано или поздно мы пробьем ее. Мы ее пробьем. Что произойдет дальше? Этот шар-мяч полетит выше, но существует закон всемирного притяжения, то есть по инерции он еще полетит вверх, потом он упадет, потом он упадет, и куда он упадет? На пол. То бишь, это не пол, это плита. Ну, разумеется, в реальности происходит по-другому немножечко. Почему? Потому что, ну, потом начинается строиться не только, потом строятся крыши, крыши от плиты отстают на какое-то расстояние, то есть какие-то местные тут перегородки, комнаты и так далее, они будут строиться. Но идея заключается вот в чем. Идея заключается в том, что вот эта линия, пока не пробита вверх, она называется линией сопротивления. Как только она пробита вверх, она становится линией поддержки, это по-русски, или support и resistance. Вся та же самая история происходит здесь. До того момента, пока мы не пробиваем. Что происходит? Это называется, мы покупали, и вот идея заключается в том, что вот это все, цена любого стака, любого индекса, она, так сказать, она мечется между вот этими линиями, линиями поддержки и сопротивления, пока не доходит до самой крыши. Но дальше существует еще момент, потому что бывает и крышу можно пробить, верно? Тогда мы начинаем надстраивать этажи. Вот. Ну, сейчас не будем в эти детали входить. Вот это достаточно линия суппорта и поддержки. Суппорта и поддержки. Это если это все идет вверх. Если все это идет вниз, ситуация абсолютно такая же. Абсолютно такая же ситуация. Идем сюда. Идем сюда. Идем сюда. До того момента, пока эта штука не пробивается. И летим вниз. Попадаем на потолок. Это, так сказать, плита перекрытия. Попадаем на потолок, шарик отскакивает и бьет в эту плиту, которую мы только что пробили. То есть, линия суппорта, линия поддержки, вот эта, является теперь вот здесь линией сопротивления. Все то же самое. Это называется, ну, термин такой, играть. Надо сказать о том, что биржа это не так 97% людей думают, если не 99%. Биржа это тяжелая работа, на самом деле. Биржа как шахматная партия. Ну, кто-то может называть шахматы игрой, верно? Это она и есть игра, наверное, да? В нее играют два человека. Но никто не скажет, что это азартная игра, верно ведь? Чемпионаты мира существуют. Хотя, с другой стороны, вот играет два шахматиста, на деньги могут играть. Ну, почему нет, в конце концов? Все, что угодно сегодня измеряется у нас деньгами, верно? Поэтому, смотря, как к этому относиться. Опять же, всегда считалось, куда мы применяем результаты нашего труда? Ну, мы хорошо, мы заработали, много денег заработали. Куда мы это все деваем? Ну, не будем сейчас даваться вот в эти детали, в эти нюансы, куда мы это все деваем. Ну, для начала надо заработать, да? Было бы что тратить. Вот. Ну, идея понятна. Все, не будем дальше уходить во все эти, скажем, частности. Вот. давайте мы уберем все это дело и посмотрим наше грызанное яблоко, которое называется Apple. Вот. Кстати, есть причины, почему оно грызанное и так далее. Ну, сейчас не об этом. Давайте мы сделаем вот как. Давайте мы с вами вернемся назад, на несколько лет назад. Вот, десятый год, 2010 год. Ну, достаточно, 2010 год. Вот. Делаю первый раз, ребят. Не знаю, что там происходило. Окей. Значит, смотрите. Вот, 2010 год. Вот, что было во время 2010 года. Вот. А, смотрите. Вот это 2008 год. 2008 год. Давайте мы здесь остановимся, а потом пойдем дальше. Как это все работает? Вот, берем мы с вами высшую точку. Вот она. Берем мы с вами нижнюю точку. Вот она. что происходит? Земля, крыша, первая плита, вторая плита, третья плита, четвертая плита. Сейчас не будем вдаваться, почему тут стоят цифры, проценты, но будем считать, что вот это плиты перекрытия. Они на разном расстоянии находятся от нижней точки. Закон гласит как только первая плита будет пробита, мы идем ко второй плите. Как только вторая пробита, мы идем к третьей. Как только третья пробита, мы идем четвертым. Пробито это, мы идем тестировать вот эту высшую точку и пробиваем ее, идем вверх. Вы понимаете, существует всемирный вселенский закон. И вот этот закон работает в нашей жизни и все мы живем благодаря этому, потому что этот закон наша ДНК, ДНА. Можете себе представить, это жизнь на земле. Кто захочет посмотреть, посмотрите. Это улитка развития. Это известная картина Леонардо, где он стоит в кругу с раскинутыми руками. И вот в 11 веке прошлого, ну в 11 веке, да, сейчас мы в 21 был такой математик, его звали Леонардо Фибоначчи, он открыл зависимость между цифрами. И вот этой зависимости подчиняется вся жизнь на земле. Не он это открыл, это было каким-то образом запрограммировано. Это находится во вселенной, это находится расстояние между планетами и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Как, что, почему, сейчас мы не анализируем, но вот такое есть, ну, пускай не закон, правило. Давайте смотреть. Значит, задача заключается вот чем. Вот я не знаю и не вижу, что сейчас будет происходить. У нас 2009, на дворе март месяц 2009 года. Вот этот Apple стоит 13 долларов 24 цента, вот здесь написано. Я вам покажу обычный размер, скажем, ну, раньше, в всяком случае, не знаю, как сейчас, опять же, зависимо, сколько у кого денег, ну, примерно так 100, 100 shares, то есть, покупается 100 акций этой компании, допустим. Мы сейчас говорим просто так. 100 акций этой компании покупается. Так. Значит, вот смотрите, сейчас цена 13 долларов 24 цента. Если, скажем, мы вот такие все умные и мы вот здесь купили, если цена будет 18, мы выигрываем здесь почти 5 долларов. А 13 долларов в 5 долларов это сколько? Ну, 4,5, но вообще-то там 4,8. Это, ну, вот 40 процентов. Так, примерно 5 долларов. Да? Около. Вот здесь уже 70, а вот здесь уже 100 процентов. 13, а здесь 25, да? 100 процентов. Это о чем идет речь? О том, что по-английски это называется return on investment. То есть, мы вложили какие-то деньги и вытащили из них 40 процентов. Вот смотрите, вот каждая такая, это называется свечка, так, вот каждая вот эта вот стучка, она называется свечка. Вот зелененькая это вверх, красненькая это вниз. Ну, вот могу вам сказать, так как я, еще раз повторяю, это изучаю, поворотной точкой для того, ну, понимаете, это смотрите, ведь все идет вниз, ведь все идет вниз, верно? И как мы считаем, почему оно должно идти вверх, если оно все время идет вниз? Так вот, поворотной точкой изменения направления движения, вот на этом промежутке времени, будет являться вот эта точка. Это была максимальная точка подъема, после которого был спуск. Я здесь нарисую вот такую линию горизонтальную. И о чем идет речь? Вот для меня, как технического аналиста, а я этим занимаюсь более 20 лет, ну, чуть больше 20 лет, вот, и моя компания, которую я организовал, которая называется Dell Tick Trading Academy, Академия, биржевая академия, является официальным партнером одной из крупнейших корпораций в мире, Ninja Trader. Вот, ну, у меня достаточно много, в принципе, студентов, и цель научить человека, как ни странно, потому что моя позиция такая, чем больше я дам, тем больше я должен получить, такой закон, опять же, чем больше отдаешь, тем больше получаешь, вот, поэтому пытаюсь себя научить, ну, опять же, дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих, правильно? Окей, поехали. Так вот, моя задача увидеть о том, что цена пошла сюда, но не упала ниже, чем вот эта точка. Я пока ничего не покупаю, потому что мы идем вниз, я не знаю, а вдруг мы пойдем еще ниже, я ничего не покупаю, я наблюдаю. Вот, ну, давайте смотреть. смотрите, видите, о чем идет речь. Как мы с вами недавно обсуждали, вот эта линия, вот линия я рисовал, она является линией сопротивления, то есть мы в нее ударили, полетели вниз, мы в нее ударили, видите, полетели вниз чуть-чуть, но мы долбим, 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 и суммарная сила тех долбящих нас трейдеров когда-нибудь, возможно, превысит вот эту вот, и когда, вот это я хочу увидеть, то есть на этой точке я хочу купить. Видите, еще один день, никак не можем, да, третий день, да, бах, пробили. Окей, ребята, я здесь покупаю. Вот здесь я покупаю. 14,77. Так, по-русски. смотрите, теперь, пользуясь моей методикой, ну, сейчас мы не будем вдаваться в детали, как, что и почему. Мой первый таргет, то есть покупаю я здесь, 15,51. Что такое 15,51? Это 75 центов, так, 75 центов, 75 центов. 75 центов от 14 процентов это сколько? 5, да, примерно? Ну, 5 процентов. То есть, если я инвестирую тысячу долларов, к примеру, да, то за один день мы почти дошли, но не дошли. Дальше, вот эта линия, это локальная линия, какая-то перегородочка, ну, самое главное, конечно, здесь. И вот закон такой, если мы пробиваем эту линию, то мы идем сюда. То есть, я здесь беру профит, профит я беру, да, ну, ставлю стопы, там, мы сейчас об этом не говорим, но здесь я беру профит, зарабатывая 5 процентов. 5 процентов от 1000, это 50 долларов, допустим, да, верно? Почему 5 процентов? Если мы купили 100 шерст, то мы заработали 70 долларов, на самом деле. 15, 30, 15, 51, мы заработали 73 доллара, 73 доллара, если мы купили 100 акций этой компании. Купили за 14,77, продали за 15,51. Окей. Так, поехали дальше. Смотрите. Что было дальше? Интересная штука. Видите? Мы пришли сюда и пошли вниз. Почему? Ребята, это линия сопротивления. Откуда она взялась? Это вопрос сейчас, это технический, скажем, вопрос. Пока мы не рассматриваем. Это линия сопротивления, я и мы пошли вниз. Больше того, я вам скажу, что мы должны прийти к этой линии опять, поскольку мы с вами говорили, линия сопротивления становится линией поддержки, линией суппорта. Когда, я не знаю, придем или нет, я не знаю, но в принципе идея такова. Самый главный момент, что если мы еще раз будем выше этой точки, мы тогда идем сюда. И вот здесь мы зарабатываем уже доллар 80, уже 180 долларов мы зарабатываем. А если мы покупаем тысячу шерц, тысячу акций, тогда мы зарабатываем 1800. Давайте смотреть. Видите? Мы пошли почти к этому уровню, подошли. Видите? Вот здесь была точка, и здесь была точка. И пошли выше. То есть, здесь я аккумулирую позицию, потому что у меня появляется уверенность о том, что мы придем сюда. Давайте смотреть дальше. Что-то я сбился тут. Вот она, да? Вот. То, что я сам вначале говорил, мы пришли к этому уровню. Вот здесь мы пришли. То есть, мы как бы пробили этот уровень, но мы пришли сюда. Поэтому, идея заключается в том, два варианта. Или я аккумулирую здесь позицию, зная о том, что мы рано или поздно сюда придем. Или я более консервативный товарищ, или у меня просто мало денег на аккаунте. Я жду, когда мы придем сюда. Поскольку, вот видите, было какое падение сюда. То есть, мы сюда придем. Вот мы сюда пришли. Если бы мы купили, кстати, вот здесь, то уже в этот день мы бы заработали с вами деньги. Поскольку вот отсюда оно пошло вверх сюда. Давайте смотреть дальше, что было. Еще пошли выше, видите? Пошли вниз. ОК? 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 Ну, как оно работает? Работает, верно? Работает. Итак, мы пошли сюда. Давайте мы еще раз сузим, чтобы посмотреть общую картинку. Так. Ребят, сколько прошло времени? Если бы мы купили тысячу шер, сколько бы мы тут заработали? Тысячу этих самых. Но самое главное не это. Самое главное, пока это идея, как она работает. Самое главное, вот этот уровень, он остается самым главным для нас уровнем. Вот это 1798. 1798. Заметьте, эта линия, которую мы нарисовали еще вот здесь, видите? Она является линией поддержки. Вот в этой точке, ребят. Вот в этой точке она является линией поддержки. То есть, пробивши эту линию, мы знаем, что мы идем еще выше. То есть, мы ждем, опять же, терпеливо, когда мы придем к этой линии, покупаем здесь. Причем, заметьте, это дневной график, повторюсь. Это людям не надо сидеть здесь и наблюдать за этим 24 часа в сутки. То есть, выходите себе на работу, ради бога. Так. Но имейте в виду о том, что вы же это можете смотреть по окончанию дня и ставить заказы после того, как вы пришли с работы. То есть, не обязательно, как я, да и трейдеры, допустим, или мои студенты, дэй трейдеры, они, ну, в течение дня сидят. Я могу раздробить это, видите, я могу здесь раздробить 60 минут, 30, 15 минут. То есть, каждая вот такая свечка, это будет 15 минут. То есть, внутри дня я могу это раздробить и посмотреть. Ребята, смотрите, мы пробили 38,2. То есть, мы пробили первый уровень, но, поскольку это было главным, мы пошли вниз, видите. Вот здесь мы пошли вниз. Видите? Но мы уже показали о том, что мы идем вверх. Уже показали. Первая наша цель, она была уже чуть-чуть пробита. Но вы понимаете, вот эта машина, именуемая биржей, они же тоже, там сидят очень умные ребята, сами понимаете. Компьютеры не что-то наше. И там счет идет на миллионы в день. То есть, они все это видят. Это же не я придумал, это даже не математик Леонардо Фибоначчи придумал. Это все видят. Надо просто соответствовать. Не надо иметь семи пяди во лбу, как говорится, а надо просто понимать, о чем идет речь. И надо иметь очень строгую дисциплину. Это все не так просто, как я вот тут взял, показал вам и все. Но это очень сложно. Это очень сложно. И я не рекомендую людям, вот допустим, люди хотят прийти на обучение, да ради бога, пускай приходят. Мотивации там, лично у меня заниматься бизнесом. Ну, я уже занимался, так сказать, много лет. Сейчас это центр Сангейтс, это центр информации. Я эти принципы применяю во всем, в своей жизни. То есть, я знаю, как это тяжело, вообще-то говоря, зарабатывать. Поверьте, большой опыт у меня проживания во всех странах, ну, во многих странах. Так, давай смотреть, что было дальше. Видите, опять держимся на этой линии, держимся. Вот, наконец, мы опять пошли чуть выше, и опять выше. Ребята, теперь наша задача, не вот эта вот ерунда, не вот эта вот мелочь. Заметьте, мы ни разу не опустились ниже вот этой точки. То есть, мы каждый раз, наши стапы, каждый раз, теперь наш таргет будет находиться вот где, наша цель, будет находиться вот здесь. А здесь уже 2 доллара, 18 и 20, 2 доллара. То есть, мы здесь уже приходим от 14,70 до 20, мы приходим уже на 30%, да, уже 30% здесь будет примерно, да, 35%. Окей, давайте смотреть. Упали, помните, я показывал, упали сюда, линия, сопротивление стало линией поддержки, и даже пошли ниже. Но, главное, это вот эта вещь, вот эта вещь. Вы представляете, насколько это серьезная штука? Вот, следующая линия. Дальше. пошли выше. Теперь у нас таргет здесь. Вот он. Опять ниже. Почему? Смотрите. Видите, здесь была линия, вот здесь была линия сопротивления, ну, локальная перегородка. Мы пошли вниз, потом пробили, опустили сюда, покупка, ребята, здесь. И таргет, поскольку мы здесь пробили, то есть, мы здесь, как бы, опять должны покупать, вот здесь, выше этой точки. Помните, я рассказывал, та же идея, как была здесь. Вот поворотная точка была, вот эта. Вот она, поворотная точка здесь. То есть, мы покупаем вот здесь и знаем, что мы идем сюда. та же самая картина здесь. То есть, покупаем, можно добавлять. Каждый раз мы добавляем и каждый раз мы двигаем наши стопы. Покупка была здесь, мы двигаем, то есть, мы купили 14.77. Посмотрите, где мы сейчас находимся уже. Видите? Опять не пробили эту линию. Идем вверх, идем вверх. Опа. Видите? И пошли вниз. Уперлись в эту плиту. И пошли мы вниз. И вот мы ее тоже пробили. Последний уровень здесь будет находиться. Еще одну вещь я нарисую. вот в таргет мой теперь. Вот это линии, еще одни линии, которые, ну, технические, скажем, линии, сейчас мы не будем вдаваться в детали, которые просто говорят о том, куда мы придем. Вот линия, вот линия, и вот линия. Последний пробитый уровень. Это означает, что мы будем тестировать этот уровень, а дальше мы пробьем крышу и будем настраивать наше здание. И наш таргет будет вот где. Вот. 33. Уперлись, пробили. Пробили этот, понятно, теперь мы знаем, что мы уже пробьем этот. Закон такой, ребята, закон такой. Но это был главный, самый максимальный. Крыша, знаете как? То есть мы должны сейчас как бы вниз, скорее всего, пойти. Видите? Вот мы идем вниз, ребята. Причем серьезно идем вниз. И заметьте, вот и наш камень предкновения теперь. Вот. Это все еще крыша. Это очень небольшая разница между этой точкой и этой точкой. Вот мы пробили ее, точку эту. Вот она, точка. Ребят, помните, покупка 14.77. А здесь мы уже 33 находимся. Ну, сколько это уже? Это уже 150 процентов, полагаю, да? 28.7, 35. 150 процентов. Пробивая этот уровень, мы идем сюда. Видите, насколько крыша была серьезным? То есть мы сколько дней шли сюда, где мы пробили эту крышу? Мы пробили ее в октябре 2009 года. Ребята, в 2010 году, в мае месяце, представляете, сколько? 7 месяцев прошло. Мы в нее опустились. То есть есть люди, которого ждут этой точки. Они ждут ее. То есть в любой момент они на понижение играют. Они знают о том, что мы придем сюда. Это было очень серьезно. представляете, насколько мы до Луны не долетим, ведь, верно? Пролетели, пробили туда. Это же не, так сказать, моторов там нету, турбин. То есть рано или поздно мы упадем сюда. Сила всемирного тяготения, да, не позволит нам лететь так высоко. Но пробив сюда, рано или поздно мы идем сюда. Вот он. Вот он. И пошли сразу вниз. Видите? И сразу пошли вниз. Видите? Как серьезно пошли вниз. Видите? Но дело не в этом. Дело в том, вот эти уровни, это называется золотое сечение. Это самая важная вещь, измеряемая цифрами 61 golden ratio, золотое сечение. Это самые главные цифры. Да Винчи код. Код Да Винчи. Смотрели? Там об этом говорится. Если мы вытянем руку в сторону и померяем ее длину руки от предплечья до кончиков пальцев, то расстояние до локтя, от кончиков пальцев до локтя будет 0,618 от всей единицы, от всей длины. Идеальный вариант, вот как создавал свои творения гармония правильно и Микеланджело и так далее это идеальные формы, то есть расстояние от пола до талии должно быть 0,618 до всего скажем так до кончиков головы. Все остальное это так сказать уже аномалия и пошли вверх. Окей. Так это происходит постоянно. Так это происходит постоянно. Давайте мы возьмем последний так просто скажем смаху. не буду брать индексы ну наверное многим понятны стаки но какие там стаки мы возьмем что там известных из стаков ну допустим microsoft так microsoft не открывается по счету у меня microsoft не знаю ну хорошо давайте мы возьмем тем не менее стак о давайте мы возьмем вот какой стак доллара давайте возьмем стак доллара почему доллара потому что рубль зависит тоже от доллара вот доллар давайте мы вернемся далеко 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 назад вернемся скажем так да вот идея та же точка здесь выше точка здесь низшая и мы находимся очень серьезно внизу значит вот наша главная точка должна быть потенциал должен быть здесь что мы делаем очень просто вот до этой точки самое главное выше это было вот здесь рисуем ее выше этой точки покупает покупка первая плита вторая плита третья плита четвертая пробили специфика конечно форекс совсем другая но тем не менее пробили и пошли вниз но уже показали что мы идем вверх задача какая не упасть ниже этой точки пробили да все вот здесь будет наш таргет пробили задержались следующий таргет здесь поскольку мы пробили эту линию вот он задержались пошли вниз следующий таргет как только пробиваем вот эту точку здесь последний пробили то есть мы должны пробить эту точку все крыша будет пробита и мы делаем настройку наш уровень будет здесь пробили пробили крышу видите следующий здесь вот он и пошли вниз golden ratio следующий уровень следующий уровень видите на самом деле мы уже находимся в 2016 году окей теперь смотрите как это все будет отражаться на рубле так ну вот рубль ребята рубль вот в этом месте я сказал в этом месте это был апрель месяц апрель месяц я сказал о том что мы идем сюда та же самая идея то есть мы будем здесь находиться это означает вот здесь было 80 так ну 1 доллар стоил 80 здесь 1 доллар стоил наверное 68 здесь наверное 60 60 где-то 60 с чем-то вот смотрите видите мы к нему пришли да пытались пошли вниз пытались пошли вниз вот здесь мы к нему пришли чуть-чуть пробили чуть-чуть пробили чуть-чуть пробили и идем вниз и вот здесь мы находимся здесь значит смотрите что будет дальше так надо нарисовать это все Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы идем вниз. Мы идем вниз. Первый наш уровень будет здесь, второй уровень будет здесь. То есть, вниз имеется в виду, рубль дорожает по отношению к доллару. Доллар, точнее, дорожает по отношению к рублю. Простите. Первая плита сверху вниз. Долетаем ко второй, отскакиваем и летим вверх. Вот она была, 50%. Пробиваем этот уровень, идем сюда. Видите? Что это такое было? Это было, знаете что? Это было избрание президента американского. Посмотрите, как он резко свалился, потому что доллар резко ушел вверх. То есть, русский рубль по сравнению с американским долларом. То есть, доллар идет вверх, рубль идет вниз. То есть, доллар дорожает. И вот сейчас мы находимся здесь. Если мы возьмем недельный график. Рассинхронизация уже. Рассинхронизация уже. Так, вот четыре часа. Не получается. Ну ладно, неважно. То есть, о чем идет речь? Речь идет вот о чем. Таргет вот здесь находится. То есть, по идее, по идее. И сейчас очень важный момент. Если мы увидим о том, что на этом графике мы падаем ниже, чем эту точку. Вот это вот, ниже, чем эту точку. Доллар пойдет резко вниз. В смысле, опять будет дорожать по отношению... Доллар будет дорожать. То есть, вот видите, мы уперлись в эту линию, в эту плиту перекрытия. И не можем ее пробить вверх. Никак не можем ее пробить вверх. Рубль не может пробить вверх. Если пробьет, тогда он будет дешевле стоить. Но, к сожалению, надо констатировать, что вероятное его падение будет еще больше, чем оно было. То есть, больше, чем он может пойти и к 100. Но, опять же, это не случится быстро. Да и доллар-то не будет лететь вверх до бесконечности. Наступит момент, когда... Ну, так сказать, есть прогнозы. Когда все изменится очень серьезно. Но сегодня мы находимся здесь. И сейчас. И сегодня мы должны это все, так сказать, применять. И сегодня это очень и очень profitable. То есть, это возможность, короче говоря, ходить на работу, ну, самому к себе, разбираться в этом деле и зарабатывать себе деньги. Как мы зарабатываем эти деньги, ходя на работу и работая на кого-то. Вот и все. Не для всех? Да. Не для всех. Рискованно? Да. И очень. Серьезная эта вещь. Очень серьезная вещь. Ну, есть на... У кого-то способности больше-меньше. Могу сказать, нет. Здесь таких не надо обрадать, обладать, там, еще раз, каким-то аналитическим складом ума. Вот. Доступен, кстати, и как мужчинам, так и женщинам. Не имеет значения. Есть люди, которые... Вот на территории России мои ученики и женщины, которые очень успешны. Несмотря на то, что они еще и работают в своих собственных бизнесах, на своих собственных работах. Ребят, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое. Ну, программа записывается, будет выставлено. У кого есть вопросы, у кого есть вопросы, давайте... Мы это все... Я вам покажу, где это сделать. Санк Гейтс 1.0.8. Санк Гейтс 1.0.8. Это... Скайп. Так. Дальше. Фейсбук. Фейсбук. Меня зовут так. Майкл... Мелеху. Мелеху. Полыске. Ну, кому интересно, то... Это еще Фейсбук. Следующая страница, это... Санк Гейтс Центр. Следующая страница, это... Санк Гейтс Рэддио. Ну, а тех, кого интересует конкретно уже биржа, то это... Называется так. Делл Тик. Трейдинг. Академий. Да? Вот она. Делл Тик. Трейдинг Академий. Вот она. Видите, да? То есть, здесь графики в реальном времени показаны. То есть, можно здесь руководствоваться этим, как трейдинг. Кто хочет, кто уже разбирается и так далее. Вот. Ну, еще есть Твиттер. Твиттер. Ну, вот. Вот он я. Ну, здесь некоторые графики смотрят по несколько тысяч раз за день мои графики, которые я вставлю. То есть, как бы, ну, какая-то и есть, короче говоря, репутация в этом плане. Поэтому, кто хочет, пожалуйста. Всего. Всем хороших выходных. Всего доброго. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok